привет привет мои творческие друзья сегодня нарисуем лисят берем листочек формата а4 у меня ватман сегодня прикреплю вот так вот малярным скотчем чтобы была красивая кромка и листочек не лозил белая краска как всегда закончилась берем большую банку одноразовую ложечку и чуть-чуть перекладываем в маленькую баночку палитра у меня плоская мне пользоваться намного удобнее нам нужен простой карандаш кисточка номер 12 плоская синтетическая кисточка номер 5 плоская синтетика кисточка номер два плоская синтетика тонкая кисточка и кисточка закругленным краем а также маркер по дискам также ластик или клячка берем карандаш и разделяем наш листочек чуть чуть ниже середины листа на две половины небо и землю нарисую поярче вот здесь вот будут еловые веточки будем рисовать лисят все животные люди это простые фигуры рисуем ниже уровня нашего горизонта круг а сверху со смещением вправо рисуем овал и края овала чуть-чуть заостряем получается вот такой лимончик вниз опускаем лапки одна лапка и вторая лапка конечно же какой лисенок без пушистого хвостика рисуем хвостик и треугольнички ушки мордашку разделим на две части отметили серединку нарисовали треугольничек носик вниз вот такую вот улыбочку два овала глазки и бровки и вот здесь будет вот такой пушистый воротничок 2 лисенок у нас будет лежать рисуем ниже уровня горизонта овал заостряем края опять получился лимончик правее рисуем круг это будет тело лисенка подтираем если что-то неправильно нарисовали отделили ножку вот так чуть-чуть вперед выдвигаем лапку одна лапка и вторая лапка и вот здесь вот будет тоже воротничок грудь хвостик у нас вот так будет обнимать лисенка уже овал заостренным краем и конечно же треугольнички ушки опять мордашку разделяем на две части рисуем носик улыбочку и глазки чуть-чуть с наклоном к переносице готова я возьму клячку клячка это такая резиночка для художников можете воспользоваться простой резинкой и прокатываю весь свой рисунок чтоб он был едва едва видимым можете это сделать резиночкой плашмя положили резиночку на рисунок подтерли все яркие линии и убрали ошметки с листочка нам нужно водичка я наливаю всегда теплую воду рисовать будем всего шестью цветами взяли синюю краску и белую чуть-чуть смешиваем между собой и начинаем вот такими вот крестиками неровными линиями покрывать фон задний фон небушка если туго идет едва едва касаемся водички кисточкой и добавляем в краску перехода у нас неровные где-то больше белого где-то больше синего мои краски подсохли красочки нужно предварительно все готовить разбавлять водой размешивать такими маленькими крестиками покрываем весь фон в разные стороны раскладываем кисточку берем разные цвета окрасок где-то больше белого где-то больше синего вот такое снежное небо у нас получается уголочек можно даже немного черного добавить границы мы размываем между цветами с добавлением белого цвета тела на кисточку белого и между собой цвета раскрасила аккуратно аккуратно обводим контуры наших лисят лучше зайти на лисят сюда тоже добавлю черненького в общем вот такая вот некрасивая красота у нас должна получиться кисточку вытирать лучше всего туалетной бумагой по ворсу чтоб кисточка не теряла форму добавляю белую краску получается вот такой вот цвет и снежок на земле мы разукрашиваем горизонтальными линиями смотрите вверх верхний фон у нас отличается от нижнего по насыщенности фактически мы пользуемся одними и теми же цветами голубым и белым но у нас небо отличается от земли между лисятами нужно прокрасить все теневые участки прокрашиваем можно даже побольше синенького добавить делаем более благородный цвет наш синий добавим зеленого изумрудного сюда же добавляем белый получается вот такой красивый насыщенный цвет возьму кисточку потоньше у меня номер пять и добавила белой краски нарисуем вот здесь вот горы сопки какие-то пошире какие-то будут по уже возможно там лесок какой-то позади есть между лисятами пускай будет видно горка либо елочка и можно добавить побольше белого и нарисовать снежные вершины беру еще белого и вот здесь вот нарисую снежные сугробы повозюкали повозюкали чуть-чуть по листочку вот у нас сугробики получились все очень просто и немножко благородности добавлю в наше небо чтоб земля не сильно отличалась от неба берем опять синий зеленый добавлю немножко красного красный добавляют цвет получается более темный этим темным цветом жидкой краской нарисую веточки смотрите кисточку я ложу ребром плоская кисточка рисует сразу более тонкие линии три веточки с этой стороны и три веточки вот с этой стороны одно сверху и 2 сбоку дома достаточно в такой еловой чаще спрятались наши лисята возьму большую кисточку маленькая придется долго рисовать и в разные стороны рисуем вот так вот полосочки еловые иголочки иголочки у нас растут не только вправо и влево но некоторые иголочки смотрят и на нас поэтому перемешиваем их друг на дружку накладываем вот что у нас получается пока это не очень похоже на иловую веточку видите перекрещиваются иголочки наши веточки будут укрыты снежком поэтому сильно заморачиваться на них не будем и сделаю более темный цвет добавила черного веточки стали потемнее чисто зеленым из банки не рисуйте таких цветов природе нет хотя у нас детский рисунок но я считаю все равно нужно где-то потемнеть где-то вот добавить желтый после того как темные прорисовали добавили в нашу красочку желтый цвет и начинаем рисовать яркие веточки которые освещены солнышко видите появляется у веточек объем вдруг вы захотите летних лисичек нарисовать берем белую краску и разукрашиваем у наших лисичек ушки нижнюю часть овала мордашки можно немножечко немножечко синего подмешать разукрашиваем воротничок жабо которая у лисички грудку отделяем белую мордашку от грудки добавляя немного синего цвета чтоб отличалась по цвету ну и воротничок разукрашиваем можно вот так сымитировать шерстку пусть немножко торчит в разные стороны вот что получается пока не очень видно все сливается но когда мы нашим лисичкам добавим яркости уже ярких цветов все это будет отличаться разделяться друг от друга ушки немножко подровняем смотрите чтоб ушки были ровненькие а если вы сделаете большие ушки то получится фенечки берем красную краску нужно в принципе рисовать прямо из банки обводим верхнюю часть мордашки и прокрашиваем внутри 2 лисенка также прокрашиваем лапки до половины берем черный и кончик лапки разукрашиваем черным цветом делаем красивый переход и пока у нас смешанная краска на кисточке разукрасим теневую сторону хвостика смотрите вот такими вот линиями отрывистыми прокрасили светлые места у хвостика темное место на котором лисичка сидит можно отделить тело уже от грудки красным цветом ну просто же все очень просто можно и с детками нарисовать и самостоятельно и нарисовать такой же рисунок акрилом на какой-нибудь сумочке шоппере либо почтальонке можно расписать джинсовую куртку да даже кожаную но акриловыми красками или красками по ткани на теневых участках где мы тело отделяем от ножек от лапок мы добавляем черного в светлые участки мы будем добавлять желтые блики вот здесь у нас будет подсвечивать солнышко вообще лисички же оранжевые но мы не стали усложнять себе задачу смешивать оранжевый цвет а будем добавлять прямо на лисятах вот так вот желтый будет у моего лисенка чубчик подсохло теперь сюда добавлю желтенького сильно не втирайте потому что гуашь смешается между собой получится грязь и остальное все закрашу красным цветом хвостик тоже добавлю желтенького рваные края белая кисточка будет на кончике хвостика разукрашиваем белую кисточку поставим вот здесь вот блик желто-белый блик можно размещать на палитре белый и желтый и проставлять блики уже бело-желтым вот здесь вот на голове у лисенка здесь на ножке смотрите как ножка сразу отделилась от тела вот здесь на хвостике и остальное все закрасим красной краской можно добавить немного черного тоже у нас теневая сторона нарисую вот так вот волосюшки ворсинки торчащие в разные стороны и на спинке хочу нарисовать шерстку более темным цветом здесь у нас тень или темная спинка у лисички и отделю посильнее голову от тела и ногу от тела прорисую хорошенько лапки и докрашу лапку красным цветом у второго лисенка делаем все тоже самое ставим желтый блик делаем переход беленький кончик хвостика на головушке блик на спинке можно поставить немножко добавила краски в чубчик теневые места все прошла более темным цветом можете кстати взять коричневые прокрасить между хвостиком и телом между ногой и телом коричневым цветом прорисовала волосюшки отделю видите темным отделю цвета вот так пожалуй меня устраивает тоже хочу сделать чубчик более темный отделить ушки от головы опять же кончики лапок рисуем темным цветом такие носочки черненькие смотрите лапка с лапкой черным не разукрашиваем между ними остался белый цвет опять же делаем переход лапок с черного в красненький смотрите какая яркость получается какие яркие красочные лисички и пока у меня черная краска разведена жиденько я пройдусь некоторых местах черной краской беру тонкую кисточку кисточка двоечка овальная с тонким краем прорисовываем ушки вот здесь пошире полосочку а здесь потоньше будто лисенок ушки развернул в разные стороны намечу немножко волосинки и где считаю нужным пройдусь черной краской едва едва косая смотрите воротничок прошлась прорисовала вот здесь вот шерстинки на спинке прорисовала некоторых местах шерстинки только наметила отделила ножку от тела и теневые ворсинки на хвостике едва едва косая смотрите самым-самым кончиком кисточки можно это все будет сделать потом маркером тонкой стороной вот здесь тоже намечу несколько ворсинок и у второго лисенка точно так же в ушках можно прорисовать вот так вот шерстинки ну и спинку подтемню и распушу также между головой и грудкой прорисовала отделила несколько шерстинок намечу хвостики немножечко вот что у меня получилось девочки не забудьте и мальчики думаю это видео будут смотреть не только девочки не забудьте подписаться на канал поставить свои пальчики вверх и написать мне добрый комментарий а мы тем временем переходим к мордашке прорисовываем треугольничек носика возьму тонкую кисточку не можете рисовать кисточка тонкие линии ждем пока высохнет рисуем все это маркером жидкой краской сделать это легче всего поэтому развели красочку и рисуем мордашку здесь будет такой подбородок не ротик а подбородок немножко наметила берем белую краску рисуем глазки овалы чуть-чуть под наклоном к середке лисята получится смешные и удивленные и у второго лисенка ждем пока высохнет беру кисточку номер пять белую краску добавляю в нашу синюю и рисуем теневой снежок вот такими волнистыми линиями раз готова на второй веточке раз готова веточки все не одинаково какие-то повернуты к нам какие-то растут в сторону так и рисуем снежок три четыре пять и шесть если мы сразу белым нарисуем у нас получится снежочек плоский а нам нужен объем поэтому мы рисуем голубой краской и только потом берем белую и рисуем на лапах ели вот такие вот снежные сугробы волнистые на второй ну и все остальные тоже гуашь толстым мы не наложим потому что она может обсыпаться но у нас есть прекрасное решение прорисовали гуашью сейчас я вам открою большой секрет хотя наверное все художники этот секретик знают ну и можно кое-где вот здесь вот добавить беленького по высохшему давайте еще под лисичками подрисуем тень и потом будем открывать секретики где-то падает тень от веточек еловых где-то тень от лисичек обойдем вокруг синей краской и здесь у нас тень от веточек пока наша гуашь подсыхает снежок берем акриловую краску акриловую краску можно накладывать толстым слоем и прорисуем поверх снежок акриловой краской прям густо-густо накладываем чтобы у нас получился объем вот какая красота теперь жидко-жидко разбавляем нашу акриловую краску берем зубную щетку и брызгаем на всю картину снежок и на лисичек и на веточки взяли опять кисточку с тонким краем и давайте сделаем несколько кустиков здесь кустик, здесь кустик здесь уже смотрите на свое усмотрение куда вы хотите посадить кустик ну и конечно кустики чуть-чуть надо заснежить белой краской вот такими вот точечками ставим снежок готово! на лися тоже упал снежок на спинку одного лисенка и на спинку другого лисенка подождали пока высохнет берем маркер по дискам купить можно в канцелярском отделе стоит совсем копейки и рисуем глазки и зрачки наших лисят ну и бровки у второго обводим наши белки и рисуем косоглазые глазки ну вот пожалуй и все можно поставить еще блики в глазках и на носики вот такая красота у меня получилась и у вас тоже получится пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok